давайте начнем с праздничного настроения у нас нет энергетика и разрешите поздравить вас с этой профессии которую вы выбрали вы несете людям конечно сегодня тепло добро уют и конечно я не представляю как мы могли бы обходиться сегодня без энергии без теплоэнергии без электрической энергии вам огромное спасибо за вашу профессию то что вы наши бельцы берегаете то что вы стоите на страже того что у нас постоянно обеспечены мы энергией вам за это спасибо и конечно здоровья вашему коллективу и вам как руководителю вручите пожалуйста спасибо Николай большое поздравление у нас в энергетике без аварийных отключений но это главное давайте что-то нет Так, давайте начнем наше повещание. Давайте начнем с счет Нордов, потому что им надо уйти, будет на их торжество в 10 утра и в Магахтур. Спасибо за поздравление. Обязательно передам коллективу те добрые слова, которые сегодня были высказаны вам с нашего коллектива. У нас производственное оборудование работает без замечаний, больших проблем нет. Тепловые сети работают тоже в нормальном режиме, без аварий, без серьезных проблем. Поэтому у нас работают все о работе нормальной. Косреди, высказаны. У меня. Дальше. Дальше. Время. 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 Дальше. Время. 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 Спасибо за теплые слова. Работаем в стандартном режиме, так что проблем никаких нет на сегодняшний день. Все хорошо. Если вы свободны, мы тогда продолжим. Дорой Иванович, доложите обстановку у нас. Что у нас происходит в медицине? На сегодняшний день у нас провакцинаторы. Имеется вакцина фальферс и на вакцина фарма модерна. В достаточном количестве. Провакцинировано на первой дозе 30 323 человека и двумя дозами 19 885. Бустер 1614. За последнюю неделю было провакцинировано первой дозой 150, второй 195 и бустером 557. Всего 912 человек. По санитарно-эпидемиологической ситуации в отношении ковида с 13 по 21 декабря у нас 40 человек. В прошлой неделе 55. По детям у нас госпитализировано 17 детей. Все они из района в город Ильц пока все спокойно. По данным ковид на сегодняшний день у нас контактных 211 человек с подозрением 3 человека. Изолировано 165 и подвержденных 14 296 человек. Летальные исходы 463 и процент активности 357. По последним 24 часам у нас было госпитализировано 11 человек с подозрением на ковид, подтвержденные 1, стационаре 120, прошлой неделе 128. То есть ситуация практически спокойная. В Бельце перешли в зеленый код, я правильно понимаю, со вчерашнего дня? Но в любом случае есть смысл говорить о том, что расслабляться нельзя, потому что приезда большого количества людей из-за рубежа может привести к увеличению количества вольных ковид. И поэтому поднимался вопрос в отношении вновь работы мобильной группы. Если сегодня будет решено, что мобильные группы эти две недели будут работать, я поставлю вас в области. Хорошо, но все равно прививаться надо. Да, прививка это единственный момент положительный, который может помочь справиться с этим заболеванием, особенно тех людей, которые относятся к группе риска. Я уже в очередь встал на третий прививок. Ну да, мы всем говорим об этом. Согласно положению сначала нацениваются врачи, учителя и потом люди с хроническими заболеваниями, потом все населяют. Да, я записался после праздников, поставил на третий. Ассоцинация проводится согласно предварительной записи. Хорошо, спасибо. ДРСУ, пожалуйста. В предприятии работают в нормальном режиме. Дорожные работы, вернее, точнее, укладка производится по трем адресам. Это Вариса 7, Вариса 12, Первомальская и, что вообще, 08. Все идет по плану. Далее, по мусору, по выживанию мусора, две недели у нас была проблема, стояло четыре машины. На следующий день осталось две, я думаю, что до конца недели выйдут все на маршрут. Но, тем не менее, по городу убирали. Жалоб особо не было. Были замечания. Понятно. Скажите, что с улицы Первомальской, район 4-й школы? Запланировали там работу. Сколько вы их запланировали? Когда вы их запланировали? Мы там проводили работы. Вчера выезжал туда, Зиньковский, я туда посылал, проверить данную улицу. И там вот как было сделано неправильно, так и мы до сих пор и не выполнили ничего. Вот доложил Вячеслав Иванович. Это на вчерашний день. Вы сегодня там меняли что-то? Или нет? Я сегодня нет. Ну, Олег Алексеевич, я не понимаю, почему такое отношение к выполнению данных работ вашими подчиненными. Я бы начинал уже делать замечания, понимаете? Нельзя возвращаться на объект по три раза. Вы выехали, запланировали, вам ваши подчиненные доложили, что все выполнено. Вчера я посылаю Зиньковского проверить. Он вчера приезжает вечером и говорит, как было, так и осталось. Вот и вся ситуация. Никто мне не обманывать, я знаю, что я делаю. На когда запланирован ремонт? Ремонт на пятницу, спалю. Пятница. 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 Окей, дальше скажите, пожалуйста, бульвар Лариса. Мы говорили о том, что мы сделаем пешеходные, нет, неправильно, тротуары к поликлинике. Между, какие там дома? Шестнадцатый и Лариса семь. Олег Васильевич, там, где у нас, получается, теплотрасса проходит. Шестнадцатый и Лариса семь. Между двух пятиэтажек, там, где идут люди сегодня, мамы с колясками, пенсионеры идут. И так вот до сих пор там не начали работать. Но есть план. Невозможно до времена делать в Лариса семь, шести подъездных, потом, плюс еще Астрийская девятнадцать. Да, а скажите, а вот сколько ваш личный состав выезжает на работу? Вот буквально, что Иван вчера докладывал, что стоит фреза, да, правильно я говорю, фреза стояла? В восемь утра, в восемь ноль пять, а ваших подчиненных, это касается Первомайской, до сих пор не было на работе. Вы сколько они тогда выезжают? Пересмотрите, и мой вам совет, сделайте лист исполнения, пускай ваши заместители, главный инженер, вы им даваете сроки, они пускай расписываются в листе исполнения, как было при Советском Союзе. И тогда я буду понимать, что если личный состав должен выйти на объект в восемь утра, он должен быть там в восемь утра. А если человек приезжает частник, откуда вы, с единиц приезжает частник, стоит восемь ноль пять, уже заведенная машина, а вашего личного состава еще нет, я считаю это неправильно. И обратите внимание, пожалуйста, я понимаю, что мы со мной, у вас машины были поломаны, это двор напротив бонуса. Если баки убраны, претензий никаких нет, а вокруг бака вот что происходит. По соли, по песку, все у вас нормально? Да, все нормально. Все, спасибо. ЖПХ. Доброе утро. Предприятие завершило работы по ремонту Кровли от Тавриса Главанадеевна 29, 31, 17, Волгарская 132, 13, а также частичный ремонт Шиферной Кровли, Киевская 44, Кривова 26. Убраны были чердачные помещения Кровова 26 и Руссо 1. Продолжается работа Центром Николая 21 по установке парапета Жестянова. Также идет ремонт входной группы Болгарская 64, ремонт тамбура с установкой этой плитки. И в Колесово 19, первый подъезд, жильцы своими силами приобрели плитку, чтобы ускорить выполнение работ. Идут работы по прочистке лент-каналов, заканчиваются работы по ремонту подъездов верхних этажей. Чехова 25, Сучава 10, там и пятый этаж тоже ведутся работы, так как был залив этажности шестого и пятого этажа. Вчера были выполнены работы по благоустройству установки информационных панно на спортивных площадках. Проводятся работы по 313 демонтажскамеек, урн и информационного панно для выполнения дорожного покрытия и парковочных мест. В аварийную службу поступило 108 заявок. Выполнены работы по 1-майской 9-б, болгарской 19-5-19-6 по замене лежака ФДС в подвальные помещения. Вывоз мусора за неделю был выполнен в объеме 1162 кубических метров. Также сегодня с утра люди с 6 утра на работе выполняют работы по подметанию входных групп и дорожного покрытия во дворах. Особенно это касается Бориса Главана 41-39 со стороны посадки Колесова 7-9 и Малиновского. Вот эти острые дорожные, внутрикварталки. Все работы ведутся в рабочем порядке. Вот со сколько люди выезжают на работу? Со 7 часов. Они уже на работе или на предприятии? Кто на участке, они со 7 утра получают объем работы и входят на участок? Я не хочу сейчас конкретно в каждое предприятие, понимаете, говорить. Потому что за то, что я отсутствовал 3 месяца, я увидел, во сколько выходят на работу люди. Я просто не имел права вмешиваться в вашу трудовую деятельность, но сейчас я имею право в нее вмешиваться. Личный состав должен быть в 8 утра уже на объектах, а не в 8 утра они только выдвигаются со своих предприятий, понимаете. Я вам расскажу, что они выдвигаются со своих предприятий, сейчас еще холодно. Потом они заваривают чайники, пьют кофе, чай, кушают бутерброды и к выполнению работы они приступают. В 9.15, в 9.30, но в 4 часа, то есть в 16 часов, они уже уезжают с объекта, потому что у них рабочий день до 17 часов. И на обед они тоже вовремя уходят, с 12 до 13. Обратите на это внимание. Скажите дальше, после выбора вы очистили все эти рекламные части, что касается подъездных групп? Взяты и проведены работы будут очистить. Не рекламные части, а именно подъездные группы, не по ногу, а по ногу зачистить. А подъездные группы? Да. Нет, не было такого указания, хорошо. Ну так вы должны сами думать, зачем мне вам давать это указание. Дальше. Вы запланировали на 2023 год на спортивные площадки покрытие, те, которые вы уже построили, спортивные площадки. Мы запланировали, но нам отказали. Нам оставили тот бюджет, который... Нет, мне сказал господин Шмурский вчера, все, что вы просили, он все вам дал. Ну, мы просили полтора миллиона, нам дали восемьдесят. Итак, как вы будете выходить из положения? Ладно, я понимаю, ДСУ за 10 месяцев работы имеет прибыль около двух миллионов. То есть это нормальная администрация и нормальная пошла работа, что они имеют сегодня прибыль. Скажите, как вы думаете ставить паралезийное покрытие? Николай Николаевич, у нас была заявка на 16 миллионов. Нам дали восемь. Неправда? Сколько дали денег? Я вам принесу заявку. Сколько дали денег? Я в деньгах сейчас не знаю, но то, что урезано. Вчера мне Шмурский доложил все, что вы просили. Все муниципальные предприятия вам всем дали. Хорошо, я за эту вам заявку. Покажите мне. Дальше. Значит, в ходе встречи во дворах я обнаружил много старых элементов. То есть детские площадки у нас есть, да? И вот из этих детских площадок у нас есть там кусок трубы, бывшая качеля, будем так говорить, да? Или там еще что-то. Это надо демонтировать все. Лишь на восьмом квартале, обратите внимание, по улице Малиновского там стоят качели и горка с дырками. То есть сама горка, элемент надо менять ей. На северном вокзале такая же ситуация, это по улице Лайп. У вас есть мастера, которые обследуют дворы? Есть, конечно. Почему они вам не докладывают? Сейчас реализация проходит и уже... Это сейчас она стала... Почему они ее лентом не провели? Когда дети катались на качели. Николай Николаевич, в некоторых дворах жильцы сами отказывают нам делать демонтаж, потому что они хотят взамен на другие элементы. Если там дырка в элементе горка, конкретно сейчас говорят. У нас старые пищевые элементы, у нас нет возможности поставить новый скат. Это нужно переделывать само крепление. Понимаете? Лучше уже новую горку поставить. Ставьте новую горку, а зачем горка с дыркой? Хорошо, мы их демонтируем. Не, ну для чего? Идет туда ваш ребенок, да, и он с этой горки будет катиться куда? Плюс обратите внимание, где скаты с горы, Павел Иванович, это ваша служба. Это не я должен ходить и смотреть, где это наводится. Идет горка, с горки 30 сантиметров до земли. И вот этот ребенок скатывается с горки, куда он падает? На камень? Дальше, предусмотрите обязательно. Сейчас, в 2022 году, все, где будут запланированы игровые комплексы, ставят везде прорезиненное покрытие. Везде, все, надо уходить от этого гальки, потому что было тяжелое положение. Сейчас надо ставить везде прорезиненное покрытие. Алла, вы поняли меня? Так, Татьяна Ивановна, дальше по установке лавок, вы их заготавливаете? Да, у нас есть наличие 40 штук. Отлично, дальше продолжайте их изготавливать, потому что надо менять, есть много поломанных. И мастера, мы должны докладывать. Где работают наши дома, они производят работу. Где проводится уже совместно с ДИРСУ работа, мы тоже производим замену новую. Мы все старые демонтируем. А на улице Тимирязева поменяли? Конечно. Сделали, да? Я просто не видел. Не видел вновь с ГАК ничего. Нет, красиво. Есть, есть, работы выходит. Вот прямо под крыльцом, как когда вам обещали. Ну, а почему вы нигде не выставляете это? Возьмите себе, да, вот такую рубрику сделайте на предприятии. Как было и как сейчас, и я считаю это красиво. Знаете, вот по Одессе едешь, и большие-большие стоят, ну, баннера. И написано до и после. И люди все видят и вас хвалят, и говорят вам спасибо. Игорь Борисович, пожалуйста, у вас все отлично. Ну, даже, даже очень. Услуга оказывается в полном объеме. Все заявки выполняются в полном объеме. Мы неделю назад в Польшу привезли новое оборудование передвижного канала промывочное. Вчера мы растаможили, что мы новое оборудование получили с России. На Новый год мы получаем новый КАМАЗ, 4 в 1. То есть это универсальная машина. Она стоит 3 миллиона дней. Мы ее приобрели. Хотя вот вы несколько лет назад давали команду передачи ДСУ или нам машины, которые будут на телевеновке. Поэтому я надеюсь, что мы сейчас, этот КАМАЗ, будем именно на профилактической работе, потому что дневная финализация – это проблема городская и наша. Поэтому все, что касается оборудования, мы вопрос закрыли. Хорошо, спасибо. Ну да, езжайте. Приют, пожалуйста. Понятно. Я вам потом покажу нормально. Хорошо, спасибо. Бьем. Секретарь работает в главном режиме. Войники вышли сегодня в 4 часа. Субтитры установки, тротуары. Зеленителями выполнены работы по очистке лесополос. Это Калешево и проспект Победового. Это Калешево и Карапан. Это вдоль домов улицы Колесова, Иванеска, так скажем. Сегодня начинаем лесополосы по улице Болгарская. Также, помимо того, что с вышками мы выполняем работу по обрезке, мы начали выполнять еще обрезку с лестниц. То есть, улица Дичибал, поросли, которые выходят, основные, дорогу закрывают и обрезаем это все. Молотого промзону тоже мы все убрали, вывезли. То есть, это листва, газоны, все при бордюрку. Вся техника готова. Бескосолянные издаличии. Графики составлены. Вчера вечером мы убирали площадь, выводили технику. Уже после пяти, когда пошел снег. До зимнего периода мы готовы. Хорошо, спросили. Присели. По подготовке к Новому году. Работы на Центральной площади почти завершены. Еще вчера докупили подрядная организация. Герланды будут украшать по замечанию Геннадия Леонидовича елки вдоль дворца культуры муниципального. Продолжается работа по украшению улицы Николая Йорга. Сегодня дойдем до Лукойла, в сторону Лукойла, от автовокзала. И поднимемся к теще, к гостеприимству, к монументу. Оттуда будем идти по второй линии. К 24-й числу все будет закончено. Еще проблема в конусе на автовокзале, но также приобретаются гирлянды и будет отремонтирован этот конус. Дело в том, что там эти гирлянды висят не на тросах, они под собственным весом и рвутся. И получается такая вот неприглядная картина. Лариса Ивановна, очень красиво получается именно въезд в город. Все, кто, наверное, ездит на автомобилях и на общественном транспорте, заметили изменения. Бельчане, конечно, тоже очень... Это красиво. Значит, на следующий год планируйте, то есть на 2022-й обязательно. Это улицу Штефан-Челмай. Также в такие же гирлянды одеваете все эти столбы. И улицу Дечебал, которая движется от Еменеску до Бан. Она записала. И я хотела бы, может быть, мы позже, ну, позже нового праздника, побойдем улицу. К сожалению, Штефан-Челмай, столбы не стоят параллельно. Они иногда стоят и часто в деревьях. Но это надо будет потом приметь какое-то совместное решение, примите, оговорить. Дечебал еще такой, я так полагаю, что возможно. Не знаю, будем смотреть. Ну, посмотрите техническое выполнение, потому что это очень сильно меняет... Обли. Обли города. И когда мы это подсвечиваем, это все видно, и в отделении хоть... Та дорога начинает по-другому играть, по-другому работать. Даже тот водитель, который едет в конце рабочего дня, улыбается этому новогоднему настроению. Да, создают настроение. Что касается, значит, объектов капитального строительства и капитального ремонта. Улица Болгарская тротуара, подрядная организация приступила к тротуарам, к ремонту тротуаров. При уплотнении, значит, основания под тротуар, делается это механизмом, есть недовольные жители близлежащих домов, вызывали полицию. За что полицию вызывают? Боятся, что их развалятся дома. Дома развалятся? Да. Вибрация происходит. Ну, вибрация. Вы показали, что у вас есть... Все разрешительные документы есть, подрядная организация соблюдает все необходимые условия, работает в определенное время. Но вы объяснили людям, что там никогда не было тротуара, 50 лет, теперь будет тротуар. Объяснили. И что? Если они там живут, они его видели. Что его там не было, и он там будет. Но? Ну, они боятся, что их дома не выдержат, хотя они выдерживают из расчета построенные... Это дома, которые одноэтажные, справа стороны, на Болгарской, где когда-то была футбольная база? Да. Они еще сделаны, там, сами... Ну, они... Николай Николаевич, они землетрясение прострояли. Ну, дарение одно. Да. Почему должны... Продолжайте работать. Продолжаем, подрядная организация ждет перечисления, чтобы приобрести пленку и приступить к уплату. Что касается тротуара по улице Тестемицанова, работа завершается, подходит к концу... Ой, Тестемицанова, извините, Штефан Челмария, дома офицера. Работа завершается, подходит к концу. Думаю, на этой неделе будут завершены, если, раз Бог, не будет дождя там. Водопровод по индепенденции. Оборудование получено, переключение. Я приношу свои извинения жителям микрорайонов ближайших, которые испытывали затруднения в связи с отсутствием воды. Но водоподом, выведено на улицу два крана, где люди могут набирать воду. К сожалению, вот такая ситуация, когда надо какие-то испытать трудности или неудобства. Но это все приведет к тому, что водопровод не будет рваться и будет постоянная подача воды с соответствующим нормальным напором. И потом, следом, приступаем к дорогам. Спасибо большое благоустройству озенилению работникам. Они своевременно сносят деревья и отчуют пни, которые мешают производству. Скажите, кто выполнял работы, я так понимаю, что это компания в прошлом году по укладке тротуаров. Это напротив Штефан Чалмари, напротив, будем говорить, напротив тюрьмы. А на столик серф. Там сегодня есть провал плитки. Провал плитки образовался из-за того, что АПО-канал устраняли прорыв. Они уложили своими силами эту плитку, но она опять в очередной раз провалилась. Попросите эту компанию, пускай они выйдут, они специалисты в этом. Пускай выйдут и окажут помощь, там буквально метр на метр есть провал. Это прямо на подъезде въезд в тюрьму, с правой стороны 3 метра. Да, и существует такая проблема, потому что и после замены опорта лебусным управлением тоже... Нет, я говорю, что существует такая проблема, что после замены опорта подводили кабель, и плитка вибролита еще есть в некоторых местах, в пункте Штефан Чалмари, там вот автобокзал, это... Я понял, вот это магазин Дубай, вот тут плитку разобрали и забыли плацать ее на место. АПО-канал? Я не понимаю, ПО-канал это не ПО-канал, или это ДРСУ, или АПО-канал? Нет, ДРСУ не разобрал, АПО-канал. Причем здесь пускай будет, где плитка, Олег Васильевич, вам что, смешно сегодня? Плитка где отсюда? Она у вас на территории, я вам так вот скажу, если вы не знаете. Вот эта плитка у вас на территории стоит. Еще предыдущий директор докладывал, что они ее увезли на территорию, должны были поставить на место. И уже у нас сегодня декабрь месяц, конец года, и на место это сколько не поставили. Вот и ситуация. ДРСУ. ДРСУ! Там, к сожалению, есть такая ситуация, там выпуски старые, канализационные. И вот водопровод, бывает, там не раз была такая ситуация. Ну, наверное, будет, пока не будет. А кто ей должен ставить на место эту плитку? Кто? Кто, кто разорвал, делал разрытие. Так. А кто делал... Образ, огоря, АПО-канал делал разрытие, так? ДРСУ его везло к себе на территорию. Дальше что? Ну, чтобы не украли себя, АПО-канал или ДРСУ, если тебе оплатят, я так понимаю. Ну, так пускай между собой, наверное, разберутся? Абсолютно верно, согласен. Алла, на, возьмите это на контроль, потому что эта ситуация уже 6 месяцев. И обследуйте полностью Штефан-Чалмай и посмотрите всю эту улицу до автовокзала. Спасибо. Триллер в основном управлении. Триллер в основном управлении работает. Штат в напряжении, согласно годового заказа услуг, на линиях работают 30-30 машин, распиканных. Следовательно, маршрутом и график обстановлены. По поводу разработки маршрутов, мы разработали несколько вариантов маршрутов. По Сорокской, закрыть вопрос, по Сорокской проспекту победы. И сегодня должны обсудить Сукаха и этот вопрос. По Сорокской выезжали? Выезжали. Никаких препятствий там нет? Нет. Там есть 4 разрытия сегодня, вы должны с ДРСУ, наверное. Ну, с ДРСУ, Сукаха. Лариса Ивановна, там, значит, в ДРСУ сделали ремонт дороги. И жители, я не знаю, кто дал разрешение уже на это вскрытие дороги, но они вскрыли весь новый асфальт. Там 4 вскрытия. Один продовольственный магазин сделал. Это баня какая-то там есть, сделали. И 2 частных домовладения. Но с мая месяца мы говорили о том, о подключении. Так что надо будет ждаться прошлой недели, пятницы, и в пятницу сделать вскрытие асфальта, делать себе подключение? Кто давал разрешение на вскрытие? Давал ДРСУ, но она давала достаточно давно. Еще до того, как вы предупреждали, выходили туда, Николай Николаевич. Мы вместе с вами были. Вы тогда ясно... Ну, это был сентябрь месяц. Абсолютно верно. Вы ясно сказали, как положат дорогу, сделают дорогу, никому не разрешаем вскрывать. Они должны за свой счет восстановить так, как примет у них ДРСУ. Качественно, а не так, чтобы были просадки. За свой счет. Люди должны это понимать. Если бюджет вложил свои деньги, почему это надо портить? Выйдите на место туда, пожалуйста. Посмотрите, где эти вскрытия. Встретитесь с этими экономическими агентами, с этими физлицами, кто это сделал эти вскрытия. И найдите диалог. Там, вузы Легасе. Ну как, такое уже не может быть. Уже все было сделано. Я еду в пятницу, просто проверяю эти дороги, чтобы туда пошел транспорт. Там четыре вскрытия. И вскрытие не 50 на 50, а по 2,5 метра. Олег Васильевич, выйдите с Ларисой Ивановной, посмотрите, кто это. Возьмите с собой инженера, встретитесь с этими людьми и пообщайтесь с ним. Я уже был там. И что? И с инженером был. И белым. И что они говорят? Не знаю все развитие, все мятинь, все знают. Ну четыре там. Четыре, четыре. А люди что говорят? Просадка была просто, они подсыпали. Нет, подождите, как просадка? Там был асфальт новый. Дело в том, что разрешение им дали в начале ноября. Запрет был с 1 декабря не давать. Люди, как вы, если вам говорили, бессовестные люди. Бессовестные, да. Какие к ним сам сейчас привели? Какие за свои деньги они должны быть? Ну они, да, они обязались. Да, дали расписку. Уплотнять, пусть вам платят. Уплотните, как положено. Да, это так и делаем. Проверяем. Ну вы идете на место, потому что там, если пойдет электрический транспорт, это 12 тонн пустой, 16 полный, чтобы не было в том просадки в асфальт. Спасибо. Так, экология, пожалуйста. Полиция. МЧС. Белсгаз. Иван, будет что? По поводу ЭВСИБАУ-Машута. Да. Когда были нареками, мы пригласили экономический агент. Трайс Фокдог. В конце недели, чтобы он разобрал ситуацию. На выходные, чтобы не было две. Скажите, а зачем экономический агент ходит за мной? Я вам еще раз говорю. Выйдите на остановку в 17.30, на центральную остановку, в нашем центре. И посмотрите, какое количество людей делают посадку в маршрут номер 7. И выйдите, пожалуйста, в 7.30 утра на Новые Бельцы. И там посмотрите. Сколько можно говорить о том, что не хватает 4 единиц техники. В выходные дни вообще уставят 2 единицы техники. Поставьте больше туда транспорта. Нет, возьмите, сделайте тех заданий. Вынесите этот маршрут на тендер и отдайте его людям, которые хотят выполнять данный рейс. Но так больше не годится. Люди едут оттуда. Понимаете, что? Забитый. Забитый этот маршрут. Это забитый. Дальше. Я дал поручение Зинковскому, значит, разработать ПСД. Начать в этом году, дорогу сделать на Новые Бельцы по ходу движения седьмого автобуса. И туда планируете запустить электрический транспорт беспроводной на Новые Бельцы, чтобы мы уже ушли от этой проблемы навсегда. Понятен вопрос? Ну, я думаю, что сейчас он туда не может пойти. Вернее, он может пойти по верхней улице, но вниз он туда не спустится. Хотя в рамках он не докладывал, что спустился. Спустился. Известно, что он у меня с дорогой готов. Ну, он, наверное, как БМД там шел, нет? Или БТР. Хорошо. Понятен эти вот Новые Бельцы разработать ПСД на строительство дороги? Сейчас. Так. Ну, вроде все. Если есть вопросы, нет вопросов, спасибо, идемте работать. Ой, что ж камера падает. Хорошо. Спасибо.